Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая Салтанат Кудайбертиева. Сегодня в выпуске новости макроэкономики, прогнозы, тренды, рейтинги, итоги инвестиционных проектов и недельный обзор финансовых рынков. Более 11 трлн долларов. Именно столько денег, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, должно быть инвестировано в мировую транспортную систему до 2030 года. Причем акцент делается на развитии железных дорог, ожидаемый результат – рост товарооборота между странами и сокращение издержек предпринимателей. Благодаря железнодорожному транспорту, например, Китай, пересекая границы нескольких стран, уже завоевывает рынок Европы. Первый в истории поезд из Поднебесной, преодолев около 12 тысяч километров, недавно доставил в Лондон контейнеры с товарами на сумму в 5 миллионов долларов. В Кыргызстане сеть железнодорожных магистралей для перевозки грозов не развита. Причина – нет денег на строительство. Хотя, как заявляют сами же чиновники, более 2 миллиардов долларов за годы независимости страны уже было привлечено на развитие всей транспортной инфраструктуры. Большая часть этих средств – кредитные ресурсы. Протяженность автомобильных дорог международного значения в стране составляет чуть более 4 тысяч километров. В хорошем состоянии находится, по последним данным, где-то около 49%. Более полную картину, пожалуй, дадут предварительные результаты реализации национальной стратегии устойчивого развития страны. Подробности далее. Национальная стратегия устойчивого развития страны. Транспорт и коммуникация. Сроки реализации с 2013 по 2017 год. Цель – Кыргызстан должен стать транспортно-независимой страной, тем самым дать своим гражданам возможность ездить на доступных и максимально комфортных дорогах. Пользоваться качественными услугами связи. Как этого добиться? В первую очередь необходимо улучшить состояние внутренних автомобильных дорог с твердым покрытием. Построить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Создать на базе аэропортов Ошбаткен-Исфана-Манас воздушно-транспортный узловой центр. Запустить систему электронного правительства и перейти на цифровое телерадиовещание. Для решения поставленных задач было разработано 17 инвестиционных проектов. Так сколько же из них за 4 года удалось запустить и реализовать? Первый – строительство и реконструкция дорог Бишкека. В рамках этого проекта было отремонтировано свыше 50 километров автомобильных путей. И построена дорога с мостом, который соединили улицу Шабдан-Батыра с 12 микрорайоном. Общая сумма кредита – 30 миллионов долларов. Освоено полностью. Второй проект – закупка автодорожной техники и оборудования. Приобретено 73 единицы. На общую сумму – 9 с лишним миллионов долларов. Техника досталась четырем областям. Так, в Иссыкульском районе появился передвижной асфальтобетонный завод. Третий – реализация проекта по модернизации национальной системы организации воздушного движения. В аэропорту Манас построили новую аэронавигационную вышку контрольно-диспетчерского пункта. Установили 26 датчиков WAM и 8 трансляторов из 16 радиостанций. Четвертый проект – разработка ТЭО по строительству железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Китайская корпорация China Road разработала полное технико-экономическое обоснование по Кыргызскому участку магистрали. Документ был передан правительству страны в ноябре 2015 года. Пятый – строительство волоконно-оптической магистральной сети связи. Волс был протянут на участке Бишкек-Ош и запущен в тестовом режиме в октябре 2014 года. Общая протяженность линий связи – около 460 километров, которые обошлись Кыргызстелекому в 19 миллионов долларов. Шестой проект – переход на цифровое телерадиовещание. Сегодня идут последние приготовления. На радиорелейных станциях установлены и введены в эксплуатацию порядка 30 цифровых ТВ-передатчиков. В итоге охват населения цифровым вещанием, по данным чиновников, составил 86%. Седьмой – реабилитация автодороги Тарас-Талас-Сусамыр. Проект почти полностью реализуется за счет кредитных ресурсов – свыше 22 миллионов долларов. Проведены все земляные работы. Уложено больше 15 километров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Построено 25 из 36 водопропускных труб. Идет ремонт двух мостов. Объект обещают сдать в августе этого года, но из общей суммы освоено всего 17 с лишним процентов. Восьмой – реабилитация автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Строительные работы полностью завершены. Уложено 144 километра асфальтобетонного покрытия. Сейчас идет установка парапетов. Проект готовится к передаче в эксплуатацию. Выделенная сумма освоена полностью. Девятый – реабилитация автодороги Ошбаткен-Исфана. В рамках проекта отремонтировано три из шести участков этой трассы, каждый из которых финансировался разными международными институтами. По остальным трем участкам ведутся работы по обустройству и укладке асфальтобетонного покрытия. Из общей суммы освоено 70 процентов. Десятый – реабилитация автодороги Исфанасу-Люкта-Худжант. За счет средств Всемирного банка были разработаны технико-экономическое обоснование и детальный проект для объездной дороги в обход города Баткен и участка автодороги Исфанахуджант до границы с Таджикистаном. После длительных процедур были отобраны консультант в лице французской компании и подрядчик в лице китайской корпорации. Сейчас ведутся строительные работы на участках. Одиннадцатый – реабилитация автодороги Бишке-Кош. В рамках проекта запланирован ремонт двух участков. Общей протяженностью около 120 километров и общей стоимостью 160 миллионов долларов. По первому – определены источник финансирования и консультанты. По второму – уже есть подписанное соглашение с Евразийским банком развития. Идет оценка технических предложений. Двенадцатый – реконструкция аэропортов Баткен и Сфанаджа-Лалабад. В рамках проекта в воздушных гаванях трех городов должно было произойти максимальное улучшение качества обслуживания пассажиров. Но учитывая то, что поставленные задачи нужно было выполнять исключительно за счет собственных средств, то их хватило лишь на ремонт аварийных участков. Сегодня управляющие компании находятся в поисках инвесторов, чтобы провести реконструкцию этих аэропортов. Тринадцатый – модернизация приобретения навигационного оборудования для аэропортов Манас, Ош и Иссыкуль. За счет собственных средств компании купили радиостанции для воздушных гаваней Ош, Джалалабад, Баткен, Исфана и Кербен. Обошлись последним обновки в 320 тысяч долларов. На японский грант аэропорт Манас в ближайшее время получит аэронавигационное оборудование и другие технические средства. Сейчас ведутся переговоры по поставке метеооборудования для воздушных гаваней Манас, Ош и Иссыкуль. Четырнадцатый – составление ТЭО по строительству железнодорожной линии, соединяющей север и юг страны. Разработка предварительного технико-экономического обоснования завершена. В нем представлены четыре варианта маршрута строительства железной дороги. Но в связи с изменением экономических реалий, проект на стадии доработки. Пятнадцатый – строительство железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Начальный этап. Кыргызская сторона определила маршрут Джалалабад-Торугард протяженностью 472 километра. Этот вариант, на взгляд чиновников, близко подходит к многочисленным населенным пунктам и месторождениям полезных ископаемых. ТЭО-проект – строительство железной дороги Кыргызстан-Китай. По этому маршруту разработано китайской компанией. Документ находится у правительства. Идут переговоры. Шестнадцатый – разработка ТЭО и строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг. В рамках проекта прокладывается трасса протяженностью 443 километра. На отдельных участках, например, между селами Казалджилдыс и Орал, всего работ выполнено на 97%. На других – частично. Дольше всех строятся тоннели. Поэтому сейчас рассматривается вопрос в некоторых местах тоннели заменить эстакадными мостами. Проект, по прогнозам специалистов, завершится не раньше, чем через два года. И, наконец, семнадцатый – внедрение и развитие инфраструктуры электронного правительства. В рамках проекта должен быть разработан и уже внедрен официальный информационный ресурс электронного правительства. По информации Минэкономики, в прошлом году была создана единая защищенная волоконно-оптическая сеть для оперативного обмена данных между ведомствами. Линии связи протяженностью более 60 километров. Однако серверные оборудования имеются лишь у 34 госорганов из 68. Таким образом, из 17 проектов шесть завершены. Остальные находятся в процессе реализации. Как повлияла реализация национальной стратегии на устойчивое развитие сферы транспорта и коммуникаций? Основными индикаторами измерения являются Индекс развития электронного правительства Индекс сетевой готовности Объем пассажирооборота всеми видами транспорта Объем грузооборота всеми видами транспорта Охват населения цифровым телевещанием Срок действия национальной стратегии развития страны Истекает в этом году Между тем, Евразийская экономическая комиссия на днях предложила правительствам стран ЕАЭС приступить к созданию цифровых фабрик Что это значит? Использование новых информационных технологий в производстве К 2020 году более 50 миллиардов устройств и вещей По данным зарубежных аналитиков Будут подключены к интернету Мировые корпорации, по их словам, скупают не только сами технологии Но и их производителей Поэтому задача ЕАЭК Расширить долю цифровой экономики В структуре ВВП стран ЕАЭС Которая сегодня составляет не более 3% В несколько раз Но можно ли говорить об общем производстве И потреблении информационных технологий Когда степень охвата и качества интернет-услуг В нашей стране оставляет желать лучшего По этой причине, к примеру, проект электронного правительства Еще не заработал в полной мере Массовый перевод госуслуг в электронный формат Теперь должен состояться не раньше, чем через 5 лет Массовый перевод госуслуг в электронный формат Массовый перевод госуслуг в электронный формат Массовый перевод госуслуг в электронный формат Если одни страны действительно экономят сотни километров бумаги за счет введения интернет-услуг А другие страны увеличивают численность добросовестных предпринимателей За счет сокращения административных процедур То в Кыргызстане пока непонятно К чему ведут предварительные результаты внедрения электронного правительства Например, собственные сайты госоргана запустить запустили А наполнять их необходимой информацией Пока не торопится Чтобы ее получить, все равно приходится Обивать пороги разных кабинетов Собирать справки, писать заявления И стоять в очередях Почему так происходит? Попытаемся выяснить вместе с приглашенными экспертами У нас сегодня в гостях Директор общественного фонда Гражданская инициатива интернет-политики Татума Миталиева И советник председателя госкомитета По информационным технологиям и связи Кыргызской республики Кубаныч Шатемиров Добрый вечер Здравствуйте Кубаныч, в этом году истекает срок действия Национальной стратегии устойчивого развития страны В рамках этого документа Уже должен был быть разработан И внедрен официальный информационный ресурс Электронного правительства Единый портал госуслуг На котором любой гражданин мог бы получать необходимую информацию До конца года гражданам стоит ждать запуска этого проекта? В настоящее время Нашими силами уже разработан Новый дизайн портала Он запущен Висит по адресу E-gov.kg И в пилотном режиме Тестируется около 20 государственных услуг Из единого реестра госуслуг Мы думаем до конца года В наших планах есть такое Что граждане смогут получать услуги Посредством этого портала По информации Минэкономики В прошлом году была создана единая защищенная сеть Для оперативного обмена данных между ведомствами Но они не подключены еще к единой информационной сети Как нам известно Поскольку серверные оборудования Имеются лишь у половины госорганов Здесь необходимо обозначить Введенную госкомитетом информационных технологий связи Систему электронного междуведомственного взаимодействия Тиндук Как раз таки речь о чем выше идет Данная система позволяет дать общий язык общения Между информационными системами разных министерств и ведомств На сегодняшний день эта система также находится в пилотном режиме К ней подключено 8 министерств и ведомств Это основные держатели массивов информации В планах есть подключить оставшиеся министерства ведомства По срокам сейчас сказать, к сожалению, мы не можем Потому что все зависит от финансирования Татуя Емельбековна, как вы думаете, правительство правильно в направлении идет? Мы понимаем, что сейчас очень сложно Все министерства подключить к единой информационной сети Но у каждого ведомства есть свои собственные сайты, веб-сайты Но в рамках хотя бы своего сайта Они могли бы проводить эту работу Предоставлять электронные услуги гражданам? Все, что вы сейчас обсуждали и все, что мы обговариваем Это вообще на самом деле не является основой и началом электронного правительства В этом и вся ошибка нашего правительства Потому что они все зациклены на этих серверах На этих оптоволокне, на этих веб-сайтах На моей памяти этот государственный портал уже запускался, наверное, раз в семь И каждый раз говорили, вот-вот-вот, все, началось у нас И это все не так, потому что государственные органы воспринимают электронное правительство Это как сервис самих для себя То есть они не рассматривают граждан Которых как приоритетный объект для обслуживания Они сначала зациклены сами на себе Вторая проблема – полноценная реформа государственных органов Почему? Потому что, посмотрите, что происходит в стране Сейчас граждане отдельно, госорганы отдельно, частный сектор отдельно Мы не представлены как одна единая система Вот представьте себе услугу, допустим, выдачи справки Раньше как было? Приходишь в госорганы, они там открывают свои файлы Там подтверждение берут, выписывают и ставят печать Вот теперь давайте переведем это в электронный формат Как это должно быть? Это будет электронная печать? Да, 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 думаю Или представьте себе паспорт электронно получили Или представьте себе, что зарегистрировали брак электронно То есть вот эти вещи происходят сейчас и их тяжело воспринять И получается, что мы должны научить доверять машине А это достаточно серьезный такой, моральный такой момент И, соответственно, еще и нормативка не закрепляет эти электронные документы Электронные базы данных как юридически значимые действия То есть все в комплексе Большая проблема в части, касающейся нормативно-правовой основы Издания новых законов Внесения изменений, поправок Подзаконных, утекающих из них подзаконных актов Чтобы они все это регулировали Потому что на самом деле за больше, чем 20 лет независимости Крымской республики Каждый министерство ведомства в части своей компетенции Оно автоматизировало внутренние бизнес-процессы Но которые они не шли за пределы этого государства И, соответственно, не нужно было какое-то их регулирование со стороны законов Их, так сказать, легализация Сейчас мы с этим столкнулись Потому что мы сейчас, перед нами стоит задача Объединение всех этих информационных систем, баз данных Их, по-моему, свыше 140 145 систем 145 информационных систем, которые сейчас работают автономно На сегодняшний день мы 8 министерств и ведомств Основных держателей этих информационных массивов мы объединили Госусловик всего? 374 госусловик 374 сейчас, да? А в электронном виде сколько их будет? Сейчас тестируется 21 услуга А вы можете назвать, да? Какие именно услуги предоставляются через интернет, так скажем, да? Нет, тестируются пока Но пока тестируются Но в любом случае в дальнейшем граждане же получат эти услуги? Да, конечно Сейчас какое-то время То есть какие справки можно будет получать через интернет? В числе основных это выдача справок гражданам о наличии свидимости Которую МВД предоставляет Госагентство связи предоставляет услугу выделения национального ресурса нумерации Предоставление информации из личного страхового счета Это услуга предоставляемого соцфондом Регистрация заключения брака Документирование граждан паспортами в форме ID паспортов Ну это вот наиболее такие популярные услуги Даже если они предоставят такую возможность онлайн получать эту информацию И если гражданин имеет такую же возможность получать офлайн То будьте уверены, что все будут стараться получать бумажку, чем идти онлайн Потому что мы привыкли, стереотип такой Поэтому государство должно одномоментно сказать Все, эта справка выдается только онлайн Получается так, что мы сконцентрировали в себя Как автоматизировать, подключать, потом всех соединять Но мы совсем забыли о кибербезопасности Потому что при этом мы собрали и биометрические данные У нас огромное количество персональных данных и так далее А когда обмен, то услуг уже не в воздух стреляет Они оказывают конкретному человеку Значит идет очень большое количество передачи персональных данных От одного органа к другому И тут мы поняли, что огромное количество организационных, технических, юридических вещей Мы даже не поднимали, как пласт И соответственно теперь у Госкомитета голова болит Что приоритетнее, быстрее отдать услугу или заниматься защитой То есть ведь оно же на одних приоритетах По-моему сегодня до сих пор не принято Нет единых требований к информационной безопасности Допустим многие не знают, что конфиденциально, а что не конфиденциально Но я имею в виду многие из работников Госорганов Абсолютно В Конституции написано, что Госорганы имеют право действовать только в рамках тех полномочий Которые прямо предусмотрены в законе А ни в одном законе не установили, что правительство имеет право устанавливать стандарты информбезопасности То есть даже если мы его разработали, не знаем кому бежать Кто должен нам их установить Ну и естественно пошли теперь через Джоргху Кенеш Так это три года мы волочимся и вообще не можем этот бесконечный процесс запустить То есть сейчас, если они даже запустят Госуслугу То может быть завтра начнется забастовка онлайн Потому что все начнет быть незащищенным А они за это будут нести ответственность А сколько денег было потрачено? Именно запуск портала и оцифровка вот этих 21 гостортной услуги Без единого дополнительного суммы из республиканского бюджета Все было сделано своими силами Силами специалистов Госкомитета подведомственных учреждений Ну это же тоже и силами тех доноров, которые вас поддерживали всю эту работу Нет, нет, именно сам портал, я говорю сейчас о портале Здесь на самом деле вообще без единого суммы было Человеческие ресурсы, в любом случае у каждой услуги есть своя цена Нет, мы сейчас о чем говорим Допустим информационные системы, порталы различных государственных министерств Там, конечно, большинство из них, более 90% были профинансированы со стороны доноров Со стороны кредитных организаций Сейчас, если речь идет именно о вот этом едином портале E-gov.kg На самом деле здесь Госкомитет справился со своими силами Линию же проложили свыше 60 километров Это за определенные же средства, наверное? Или тоже вы принимали? Конечно Стоимость всей этой работы, я вас спрашиваю, во сколько? Нет, именно, просто если речь касалась о портале Он на самом деле не сильно связан с этой волоконно-оптической сетью Ну как не связано? Конечно, все связано Все связано, это все в одно средство Я абсолютно права Просто дело в том, что на самом деле Мы как специалисты, которые занимаемся этой темой Насколько наша экспертиза позволяет Мы вообще считали это глупой идеей Делать оптику между министерствами Потому что вопрос сейчас, теория защиты и обеспечения безопасности Не заключается в том, чтобы канала защищать Нужно защищать саму информацию Ее шифровать, ее надо защищать И поэтому мы вообще считаем, что это бессмысленно потраченные деньги И причем очень большая сумма пошла на это По-моему, речь идет даже что-то вроде об 11 миллионах Если я не ошибаюсь Насколько нам известно, в рамках НСУР Ориентировочный объем финансовых средств В размере не менее 20 миллионов долларов Как раз таки 3 года назад Россия, когда нам выделяла грант В рамках ЕАЭС 200 миллионов долларов, кажется, выделяла И из этой суммы 16 с лишним миллионов Как раз-то должно было уйти на построение Но это, честно говоря, до них произошло Поэтому они защищают ту часть, которая сейчас это делает Это дело еще освоено другими министерствами Которые были полномочены за эти вопросы И мы очень боролись, чтобы этого не делалось Это была совершенно бесполезная трата денег Которую мы должны еще и возвращать Понимаете? Это грант вроде Грант, такой хитренький грант Очень хитренький грант Потому что, смотрите, мы же туда же закладывали И программные решения А программные решения не с открытым исходным кодом За них мы будем платить лицензионный сбор Результаты той работы, которую до вас провели Они вам даже не понадобились Да, они все сделали без этого То есть получается, пускую были потраченные средства Они оптикой пользуются Мы оптикой пользуемся И планируем расширять ее использование В рамках дальнейшего расширения системы Вы же запустили данный портал без участия Ну вот тут с технической точки зрения Необходимо провести черту Где стоит портал Где стоит вот эта межведомственная, интеграционная Вот эта оптоволоконная сеть Это не одно и то же И по сути они могут даже отдельно Автономно друг от друга работать В этом как раз таки заключается Небольшое от нас сопротивление к нашей работе Когда портал госслуг путают с системой Тундук Электронное правительство Скажите, электронное правительство К какому из них относится? Проект самым электронное правительство? Это все относится как компоненты К большому понятию электронного правительства То есть получается, мы говорим А электронное правительство это что? Как вы ранее сказали, это с большей философией электронного правительства. Это оказание услуг населению. Все это относится и является одним целым. А вытекающие абсолютно права. Вытекающие из электронного правительства. Главная цель электронного правительства — это оказание услуг населению в электронном формате. А возможно ли создать единый портал госуслуг, не привлекая к этому процессу сами регионы? Даже компьютеров, даже сайтов нет у тех же местных органов власти, у тех же региональных подразделений госорганов. Проживающий в селе человек, чтобы получить эту справку, он должен приезжать в город. Когда надо было эти деньги тратить на то, чтобы регионы подключались и имели возможность. Потому что же госуслуга — это не только же оказание услуг, которые находятся в Бишкеке, а и лукметы, у нас там есть районные соцфонды, районные акемиаты, которые должны оказывать населению там, на местах услуги. Пожалуйста, порядок выделения земли, земельный кадастр и так далее. Там их такой перечень этих услуг. И они на самом деле гораздо актуальнее, чем сейчас, вот те, о которых мы говорим. А эта тема закрыта. То есть мы сконцентрировались на одном, забросили другое. Потому что если мы теперь сконцентрируемся на инфраструктуре, забросим это, и это устареет. Вот из-за этого наши позиции в международном рейтинге по развитию электронного правительства. ООН сильно упали. Да, мы упали. Даже там вперед немножко ушло. На 97-м месте мы улучшили свои позиции всего лишь на 4. Хотя в начале 2000-х мы были на равных позициях с тем же Казахстаном и Россией. Сейчас они далеко ушли от нас. Они находятся в первой тридцатке. И у них задача стоит попасть в первую двадцатку. И они предпринимают все меры, чтобы дойти до этой цели. Развитие ИКТ, оно непосредственно связано с устойчивостью и с уровнем развития в целом экономики страны. Это надо тоже понимать. Поэтому в данном ключе Казахстан, наверное, чуть некорректно с ними сравниваем. Потому что мы чуть в разных ситуациях находимся с ними. Но если мы будем придерживаться взятого курса, если все госорганы выступят единым фронтом, я думаю, в ближайшее время мы только их догоним, но и перегнать сможем. От чего мы зависим экономически? Открытый доступ. От того, что у нас есть ГАСТ или нет? Нет. Мы зависим от того, какую мы создаем политику для привлечения инвестиций, какую мы среду создаем для инвесторов, какие мы законы пишем, как наши суды работают. Правильно? И это и есть индикаторами оценки. То же самое по электронному правительству. Основные индикаторы являются... Степень охвата и качества. Степень охвата и качества. А это полиси, в первую очередь это политика, это нормативные акты. И в принципе вот в этом... А мы стараемся нагородить так много железок и сказать, мы хорошо, мы хорошо это делаем. А на самом деле не это является индикатором. Они смотрят конкретно, сколько человек подключено, сколько человек имеет, какая политика, какие созданы условия для привлечения инвесторов именно в ИКТ-сектор, в телекоммуникационный сектор. Это и есть индикаторы. Поэтому я думаю, что государство в принципе, если хочет малозатрат на это делать, он просто должен создавать эти правильные нормативные акты. Четвертая промышленная революция, вот на пороге которой сегодня находится мир, как раз таки выводит на первый план информационно-коммуникационные технологии. И правильное их внедрение в деятельность госорганов помогло бы не только повысить качество госуслуг, но и сохранить бюджетные средства, сэкономить время и деньги бизнеса. Вам спасибо за ответы и за участие в нашей программе. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях были директор общественного фонда гражданская инициатива интернет-политики Татума Миталиева и советник председателя Госкомитета по информационным технологиям и связи Кыргызской республики Кубан-Эчбек Шатемиров. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Далее наш выпуск продолжит рубрика «Рейтинг кампаний». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжаем выпуск. Рынок корпоративных облигаций по итогам прошедших торгов вырос на 82%. Постоянные участники фондовой биржи вновь увеличили объем размещения до 40 с лишним миллионов сомов, в очередной раз убедившись в том, что данный финансовый инструмент пользуется огромной популярностью у местных инвесторов. Это еще раз говорит о том, что у граждан страны есть деньги, и они ищут возможности их выгодно вложить. Таким образом правительство, активно используя финансовые инструменты фондовой биржи, как в этом уверены многие эксперты, вполне могло бы вытащить часть доходов населения из тени. Статистика торгов и финансовый ликбез далее в нашей программе. На прошлой неделе на торгах приняло участие 11 компаний. Общий объем превысил 180 миллионов сомов. Честно признаться, рынок восстанавливается после резкого падения. Кыргызский инвестиционно-кредитный банк разместил облигации на рекордную в этом выпуске сумму – почти на 37 миллионов сомов. Этот тренд роста поддержал и торговый дом Минтеркун, на 88% увеличил объем продаж с ценных бумаг. На рынке перепродаж акций первенство держит эльстинговая компания «УБГ Инвест» – 99% от общего объема торгов. Небольшую долю в структуре сделок заняли операции с бумагами «Маяка» свыше 1 миллиона сомов. Акции этих компаний продавались и покупались по старым ценам. Как таковых лидеров роста и падения на прошлой неделе не было. В результате, что мы имеем? Индекс биржи, который остался на прежнем уровне, и объем капитализации, который составляет около 17 миллиардов сомов. На нашем финансовом рынке ситуация стабильная. На этом все. Вы смотрели программу «Реальная экономика» и с вами была Салтанат Кудайбердиева. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...